Артём сдает кровь уже в 20-й раз. Говорит, это отличная мотивация следить за своим состоянием, ведь не зря существует выражение «здоров, как донор». Когда становишься регулярным донором, то ты не только одному человеку помогаешь. Это приятно осознавать. Ну и с надеждой, даже не надеждой, а я к этому в принципе иду, получить почётного донора медаль. И когда мой сынишка подрастёт, будет, я думаю, ему приятно где-то в школе на уроке показать эту медаль. И одним из поводов будет для него гордиться. Требования к донору обширные. Возраст от 18 до 60 лет, вес от 55 килограммов. Донор должен вести здоровый образ жизни и не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере. Нельзя сдавать кровь при наличии ряда заболеваний. Противопоказаниями являются, например, заболевания инфекционные, наличие новообразований, болезни системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Также не могут сдавать кровь беременные и кормящие женщины. Донор должен предоставить следующие методы обследования. Это электрокардиограмма, флюорография, общий анализ мочи, заключение врача-гинеколога и выписку из медицинской карты. Есть и другие ограничения. Например, при приёме антибиотиков сдать кровь можно только через 10 дней. При вакцинировании придётся подождать до 30 дней. При укусе клещом, собакой или проведении косметологических процедур с использованием иголки, пирсинг, тату, сдавать кровь запрещается в течение полугода. Он должен при себе иметь паспорт, военный билет, фотографию 3х4, медицинскую выписку из медицинской карты в поликлинике. В день донации нужно выспаться и легко позавтракать. Желательно не планировать сдачу крови в период тяжёлой умственной и физической нагрузки. Накануне сдачи, это за сутки до прихода к нам, должен донор придерживаться правильного питания. Это исключается жареная, жирная, острая пища, различные газированные напитки, содержащие красители. Исключаются бананы, исключается свекла, потому что они также влияют на качество плазмы. Сдавать кровь можно раз в два месяца. Чтобы стать донором, нужно обратиться в Центр трансфузиологии или в поликлинику. Продолжение следует...